МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА УЗНИКИ ГРЕЧЕСКОГО ПОРТА Сколько еще ждать освобождения задержанным в Греции морякам? Будьте аккуратны, пожалуйста, потому что здесь очень и очень темно. И как выживают наши ребята без воды, еды и электричества? Эксклюзив подробностей недели с острова Крит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. И начнем с самой резонансной новости, которая сегодня у всех на слуху. Контрабанда оружия, политические убийства и терроризм. Такие обвинения еще долго будут сопровождать в новостях фамилию Владимира Рубана. Когда-то его называли героем и представляли переговорщиком по освобождению пленных. Потом о нем надолго забыли. А вот теперь он в центре самого громкого расследования этой весны. Сколько лет грозит Рубану и как он мог из переговорщика переквалифицироваться в террориста? Ирина Баглаева и сняла все подробности. Это кадры задержания Владимира Рубана на нулевом блокпосту КПВВ «Майорск». Утром 8 марта лидера Центра освобождения пленных офицерский корпус арестовали за рулем автобуса. В нем мебель, которую, как объяснит позже Рубан, он вез с оккупированной территории. Но тумбочки забиты не вещами, а вот таким арсеналом оружия. Автоматы, ручные гранатометы и мины. Этим можно было бы вооружить не один взвод. Все было вылучено в процессе следующих дней. Пять автоматов Калашникова АК-74. Владимир Рубан с мая 14-го появился в зоне АТО, предложив свои услуги переговорщика по обмену пленными. Как сообщил уже на скамье подсудимых, у него за плечами более 140 пересечений линии разграничения. Но в этот последний раз, признается, не имел права переходить рубеж. Сейчас Рубана обвиняют по трем статьям, в частности, в подготовке терактов. По словам Рубана, в этот раз быть перевозчиком. Ему предложил офицер спецподразделения с позывным «Кедр». Он же и должен был обеспечить проход через блокпост. Я мог перевезти один товар на ту сторону и звезти, забрати здесь слева. Кедра, забрати мебель. Слышно, на обменах прикрывал. Что вез на оккупированную территорию, Владимир Рубан не уточнил. А мебель, уверяет, не осматривал и об оружии не знал. Но параллельно с судебным заседанием, где Рубану выбирают меру пресечения, глава СБУ дает брифинг. И на нем демонстрирует главное доказательство – видеоматериалы задержания. Прошу включить аудио после первого везения на территорию, которую мы контролируем, с территории ДНР, засоби уражения. Он сам лично перечисляет эти засоби уражения, которые он привез. Два целька. Один ящик с монками. Не знаю, какими. Должно быть пять штук. Ящик с гранатами. О пребывании в так называемой ДНР Рубан рассказывает без подробностей. Я говорю, что у вас нет. У меня есть относительно холодных, а еще относительно экономических проблем. Тем временем в СБУ и на это отвечают видеодоказательствам. Сейчас Рубан еде до своих кураторов. В суде Рубан уверяет, его подставили. Он понял это только на блокпосту. Офицер Кедр распорядился на посту, чтобы меня пропустили. Я проехал за его машиной 200 метров. И через 200 метров они остановились, чтобы я остановился. Меня окружили и они уехали. Сторона обвинения требует Рубана арестовать. Есть представители считают, что подозрение может повышать место своего постоянного держава в территории Украины. За него слово еще на тысячу. Защита просит домашний арест, но аргументы прокуроров перевешивают. Требление под вартою подозрения Рубана установить в межах термину досудового расследования. Как оказалось, эту спецоперацию силовики планировали долго. Кремлевский след в российском политическом проекте Рубан, как его уже окрестили украинские спецслужбы, прослеживают еще с 2004 года, когда Рубан занимался издательским бизнесом, финансируемым из Москвы. И этот вояж Рубана должен был закончиться серией масштабных терактов. Целью Рубана были первые лица страны, в том числе президент. Как указано в уголовном производстве, покушение планировали в Верховной Раде. Ревень террористической загрозы для украинцев, мы считаем, был наибольшим за часами независимости. В неоспоримости доказательств уверен и президент. И пообещал, что это дело не удастся спустить на тормоза. Хочу разочаровать тех, кто ствердит, что им удастся або откупиться, або отповсти. Ирина Баглая, Юлия Ажешко, Евгений Пахальчук. Подробности недели телеканал Интер. Сегодня в Киеве избили Юрия Левченко, депутата Верховной Рады от партии «Свобода». Очевидцы говорят, нардеп даже потерял сознание. Левченко получил еще и струю газа, и с баллончиков глаза. Врачи подозревают ожог. Конфликт возник на одной из скандальных застроек. Левченко с активистами пытался остановить строителей. Полиция уже проводит расследование по статье «Хулиганство». Семерых участников столкновений доставили в полицию. Вообще, на этой неделе в столице случилась практически криминальная буря. Громкое заказное убийство, взрывы, стрельба. Причем происходило все это не просто в Киеве, а в самых, по идее, охраняемых безопасных районах. Где именно и что произошло, напомнит наша короткая справка. Ни дня без криминала. На этой неделе в топ новостях информационных лент, взрывы, убийства и обстрелы. Вторник. В, казалось бы, самом охраняемом районе столицы, правительственном квартале, зарезали мужчину. Всего в сотни метров от администрации президента. Бизнесмен Сергей Захарчук как раз подходил к своей машине, когда на него напали двое. Один ударил мужчину ножом в бедро. Ранение оказалось смертельным, лезвие пробило артерию. Сергей скончался по дороге в больницу. Нападавшие убежали, но в полиции составили их фоторобот по показаниям соседей. Вот они гуляли тут два дня, выслеживали, куда этот Серега заходит, когда приезжает, когда уезжает. Уже на следующий день в СМИ появились версии убийства. Вероятно, Захарчук был причастен к сомнительным финансовым операциям. Якобы, по поддельным документам, он дважды получал примерно по 300 тысяч долларов в банках. Кроме того, по данным журналистов, Захарчук был должен солидную сумму своему бизнес-партнеру. А вот какая официальная версия следствия, пока неизвестна. В полиции подробностей не сообщают. Среда, ночной взрыв на Броварском проспекте в Киеве. Коп подорвал гранатой машину СБУшников. Все произошло во время спецоперации. Сотрудники СБУ пытались задержать нелегального торговца оружием. Но внезапно ситуация вышла из-под контроля. Он кинул гранату, которую, власне, принес продавать и втек с места подии. Постраждал один спецоперации СБУ. Подрывника объявили в розыск и выяснили, он сотрудник батальона особого назначения полиции, бывший беркутовец, сержант Владимир Ивашенко. Но его все еще ищут и никаких подробностей дела не разглашают. Четверг. Обстрел в центре столицы. Ночью неизвестный открыл огонь из гранатомета по ресторану на Владимирской. Начался пожар. Никто не пострадал. Полиция уже изъяла видео с камер наблюдения, но записи пока не обнародуют. В интересах следствия. Стрелка разыскивают. Но самое интересное, как раз на этой улице, в нескольких сотнях метров, находится главный офис СБУ и киевская полиция. Есть ли шансы раскрыть хоть одно из этих громких преступлений? Почему вдруг произошел всплеск криминальной активности? Обсудим с Анной Малер, юрист-криминолог и, пожалуй, самый содержательный комментатор вот таких событий. Сегодня гость нашей программы. Спасибо вам за это, Анна. Добрый вечер. Вот вам не кажется, что вот эти преступления, которые мы только что с вами смотрели в сюжете, они носят какой-то вот такой показательный характер. Вот взять даже преступление на Владимирской, да? Гранатометчик расстреливает ресторан. Рядом офис СБУ, национальная полиция, Министерство иностранных дел. Вы понимаете, что, с одного боку, не хочется говорить оцю расхожу фразу, что мы повертаемся до 90-х, потому что, с точки зрения криминологии, это неправильно. Мы не можем повертаемся, будет что-то новое. Но этот элемент 90-х, когда бизнес-конфликты решаются за помощью оружия, это как раз действительно отголосок у той культуры, которая когда-то была очень популярна. Но что касается других преступлений, которые были гучными на этом неделе, то я могу констатировать новые тенденции. Мы, в принципе, привыкли к тому, что боевую оружие используют для решения каких-то побывных своих конфликтов. Но мы сейчас с вами видели, что оружие стает инструментом преступления. И, возможно, мы сейчас говорим про какие-то серьезные каналы преступления. Мне кажется, мы с вами заметили одни и те же тенденции. Вы не о взрыве гранат случайно говорите. Два показательных случая мне тоже бросились в глаза. В Днепре преступники забросали гранатами нацполицию. И на этой неделе в Киеве торговцы оружием отбивались от избушников тоже с применением взрывчатки. То есть мы говорим не просто, кто-то кого-то ревнувал и кинув гранату, потому что он ее за то привез. А мы говорим про серьезный бизнес, который, я перепрошу, делается на крови, делается на войне. Если нет войны, то этот бизнес практически не может функционировать. И виходит, что у нас, очевидно, мы увидим, что доведет СБУ это расследование до конца, очевидно, есть какие-то очень серьезные каналы сбуду оружия. И я не думаю, что это самодояльность затриманного, а его же не затримали, он втек, сержанта. Очевидно, там может выкриться очень, так, або потужная организация всего этого процесса. Кто-то это приховывает, и это, очевидно, в верхах делают. Кто-то должен прикрывать тили юридично. И кто-то на этом наживается. Я не думаю, что главный бенефициар, или выгодонабыватель в этом, как раз вот этот сержант, который втек. Вообще, как сегодняшнее задержание Рубана, оно, по-моему, ложится в тему нашего сегодняшнего разговора, да, и то, что вы говорите. Как вы его можете прокомментировать? Возможно, это один из тех каналов, которые... Дуже цикавое и показовое затримание. Я думаю, что уже все поговорили, и это в прессе было, что, ну, что-то там есть такое подозрение, за что можно уже затримать. Но почему-то это произошло только сейчас. Я вам хочу сказать, что я не поспешаю радовать работе правоохранителей в этой ситуации, потому что мне интересно... Останная крапка же будет за судом. Мне интересно, что скажет суд. Чи будет вырок, который подтвердит эти подозрения? Чи снова у нас будет гучное затримание? Знову у нас все ЗМИ про это покажут? А далее, как вы знаете, ничего из этого не выйдет? Вот я, кстати, об этом у вас хотел спросить. Ну, вот смотрите, ну, будем откровенны. У нас уже полноценно расследовать, в принципе, по-моему, за последние годы ничего не смогли. Вот имеем кейс уже, да, таких историй. Огромные показательные взятки, то есть взятки огромные, аресты показательные. Имеем громкие убийства, к сожалению. Есть истории помельче, ну, там таких примеров очень много. Я вам могу привести пример израильского паспорта Рабиновича даже. Мы трубим об этом уже, ну, более полугода. Депутаты даже обещают провести расследование, и даже там ничего не делаете. В деле Рубана, вы думаете, будет поставлена точка? Или снова сойдет на нет и забудут? Я могу припустить, что будет заважать расследовать эту справу. Если мы припустим, потому что мы не можем извинувачивать, что действительно он занимался незаконным обеем оружия, то весь этот час, который про это говорили в пресе, кто же это приховывал, и, я могу сказать, криминальным сленгом кришувал. Значит, если расследовать эту справу вот так вот, как это должно быть, и если это все выявится, то тогда нужно что? Выявляти и тех людей, которые были співучастниками. А я так понимаю, что співучастники – это непростые сержанты. Аня, теперь практический вопрос. Вот вы диагностировали ситуацию, да, очень грамотно, как всегда, профессионально. Но что с этим делать, это намного важнее вопрос. Какими должны быть шаги правоохранительных органов и власти в целом сегодня, чтобы не было такого разгола преступности, чтобы преступники не чувствовали себя так вольготно в Украине? Ну, первое, мы не можем на сегодня прекратить войну, но мы можем на сегодня прекратить эти потоки оружия, которые, кстати, идут в обеих сторонах, и из Украины, и в Украину. Это можно прекратить, но иное вопрос, кому это выгодно? Да это никому не выгодно, потому что на этом наживаются, это бизнес, так? Значит, это первое. Потому что, когда появляется большая количество нелегальных оружий, она для чего используется? Вона используется для совершения преступления, потому что тот, кто хочет охранять себя, он придает легально зброю. Поэтому это первый крок. Другой крок, ну, это такая банальщина, я скажу, корупция. Но, перепрошу, без этого ничего не будет. Потому что, как это криминальное проведение, не открывай, как-то так оно все чепляется, что потом это вопрос, кто-то как-то за какие-то деньги, за какие-то услуги решает. И, наконец, мы с вами не видим выроков, мы не видим, чтобы кто-то там произошел реальное покарание. И я вам скажу больше. Как было выроков по корупции у нас, приблизительно тысяча за год, плюс-минус, мы так с этими цифрами и остались. То есть, подсуммирую словами, наверное, такими, что пиар без наказания, в общем-то, к улучшению нашей криминогенной атмосферы в стране не приводит. Аня, не зря я вас назвал в самом начале нашего разговора самым содержательным экспертом. Вы своими ответами это в очередной раз мне подтвердили. Спасибо огромное. Анна Малер, юрист-криминолог, была гостьей программы «Подробности недели». Мы продолжим. Настоящий бунт военных пенсионеров назревает в Украине. Уже через несколько дней они обещают устроить акции протеста по всей стране. Может дойти и до блокировки аэропортов. Почему военные пенсионеры до сих пор возмущены? Ведь власть все-таки нашла способ повысить им выплаты. Разбиралась и на Томино. Полковник в отставке Вячеслав Иванов. Мы встречаемся с ним в Кропивницком военном госпитале. Рассказывает, за 27 лет службы видел немало. Два года был в Афганистане. Теперь вынужден ежегодно лечить старые боевые травмы. Мои поранения, контузия. Поэтому в госпитале я нахожусь, чтобы подлечиться каждый год. На лечение коммуналку уходит почти вся пенсия бывшего военного. Вячеслав жалуется, за последние годы перерасчета не было, а цены выросли в несколько раз. Просто, понимаете, мы что же, семьи у нас есть. И, как бы там никуда, скажу, у нас старшие офицеры, майор, подполковник, меньше 100 долларов получается. Разве это пенсия в нынешнее время? А я не говорю за младших, за прапорщиков, все это, которые получают по 50, по 60 долларов. Итак, военные пенсионеры живут по всей стране. Живут на минималке, точнее, выживают. Я даже по себе чувствую, несмотря на то, что жена еще получает там 1300 гривен пенсии, мои, вот, то нам это хватает только лишь на питание. Вот, мы уже одеться прилично, на приличную одежду, приобрести что-нибудь дорогостоящее, мы не в состоянии. Вот, перестали мы, так сказать, ну, часто употреблять колбаску там какую-нибудь, то, что раньше были, была возможность. Киев, Харьков, Кропивницкий, Любовь, Запорожье, Днепр. С начала года военные пенсионеры неоднократно выходили на акции протеста. Все из-за несправедливости, ведь пока всем пенсии повышают, они за бортом. Мне для того, чтобы прожить, не хватает 800-700, я занимаю каждый месяц. 1992 года закон, по которому военным это самое, начисляют пенсию. Есть люди, которые тогда уходя получили 942 гривны, и до сих пор такая пенсия у них и есть. Сейчас пенсии военным по старинке рассчитывают в зависимости от оклада. Это 15% денежного обеспечения, которое получали силовики. Остальное составляли надбавки, но их не учитывают при начислении пенсии. Мы уволились в Союзе. Нам сказали, подождите, мы вас сравняем. Но уже прошло, Кучма еще говорил, прошло уже сколько лет? Лет 10 или 15, и никто нас не вспоминает. Пенсионные протесты все-таки принесли результат. В правительстве обещали пересчитать выплаты. Правда, не сразу, а в три этапа. И первый стартует задним числом. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 гривен. С 1 января 2019 года в среднем еще на 750 гривен. С 1 января 2020 года еще на столько же. В том, что это постановление Кабмина не останется лишь на бумаге, заверили в пенсионном фонде. Там говорят, почти полмиллиона бывших военных получат повышенные пенсии уже в марте. Запланованный залишок в коште в сумме 7,8 миллиарда гривен будет спрямован на подвищение пенсии к уличному местному службовцу. В плановом режиме буквально днями распочато финансование пенсии в березне. В списке тех, кто попадает в перерасчет, уже готовы, говорят в фонде. Также известно, что процесс будет автоматическим. Пенсионерам никуда идти не нужно. Впрочем, сами бывшие военные считают эти деньги временной подачкой от государства. Кроме того, и сама схема начислений понятна пока не всем. Среднее повышение пенсии будет где-то на 1500 гривен. Ну, среднее, сами понимаете, да, что значит среднее. Один может получить повышение пенсии порядка 300 гривен. Второй может получить повышение пенсии до 3000 гривен. То есть, вот это вот тоже не оговорено. Но все же пока пенсионеры ждут. Говорят, посмотрят на суммы, которые получат после перерасчета. А потом не исключено, что снова выйдут на митинг. Схема, по которой военным пенсионерам повысили выплаты, критикуют и в оппозиции. Там говорят, военным должны были еще и проиндексировать пенсии за несколько лет. Полноценной индексации не было с 2012 года. Вважаю, что с військовыми пенсионерами и пенсионерами-правоохранцами поступило абсолютно несправедливо. Им должны быть проведены индексации, а они их не имели с 2012 года. Все нормативные документы для этого есть. Нужна изменена для бюджета и внесение изменений до кошторису Краины, для того, чтобы пенсийный фонд перераховал пенсии согласно законодательству. Цены срастали, тарифы срастали, все срастало в Краине, а люди не отримывали подвышенную пенсию. Это абсолютно несправедливо, и мы будем добывать, чтобы по закону им то, что положено, они отримали. Ну и все пенсионные инновации, которые появились за последние полгода, это еще не конец перестройки пенсионной системы. Правила опять меняют. Например, парламентский комитет по вопросам социальной политики одобрил законопроект о втором уровне пенсионной системы накопительных пенсиях. Уже в следующем году они могут стать частью нашей жизни. Это будет добавка к солидарной пенсионной системе, которая уже существует. Украинцы получат индивидуальные накопительные счета, где будут аккумулироваться пенсионные взносы. И с годами эти сбережения, которые пенсионные фонды еще и должны будут увеличить, могут стать одной из главных опор для украинских пенсионеров. Кстати, под этим законопроектом уже подписались десятки депутатов из разных фракций, так что шансы на его принятие велики. А вот обеспечит ли новая накопительная система достойную жизнь нашим пенсионерам? И не пропадут ли эти пенсионные накопления во время какого-нибудь очередного кризиса в нашей стране? Обсудим с Тарасом Казаком. Экономические эксперты, один из самых заметных лоббистов продолжения пенсионных преобразований в Украине, сегодня в гостях у подробности недели. Здравствуйте, Тарас. Спасибо, что пришли. Ну, возможно, наивный вопрос я вам задам, но вот скажите, вы вообще реально верите, что в нашей стране можно изменить пенсионную систему так, чтобы люди начали получать пенсионеры достойные выплаты? Вы знаете, у нас нет другого выхода, потому что та солидарная система, которую мы на сегодня имеем, в Украине не может обеспечить минимально гидный уровень пенсии. Есть такое понятие, коэффициент замещения. Это очень просто. Сколько пенсия становится % от встать зарплаты? То есть, когда человек входит на пенсию, она втрачает зарплату и начинает получать пенсию. Так вот, Украина обязана, что этот коэффициент замещения должен быть не ниже, чем 40%. Но такого у нас давно уже нет. На сегодня мы имеем коэффициент замещения меньше 30%. А в связи с плохой демографией, незабаром мы имеем 25-22%. Поэтому накопительная система это не какая-то забаганка. Это безальтернативный выход. И ничего нет. И это мы идем с следами других цивилизованных стран. Это не какая-то наша выдумка. Насколько изменится этот процент, о котором мы только что говорили, при накопительной системе? Какие еще плюсы вы видите у нее? И преимущества перед солидарной? И, грубо говоря, кому это будет выгодно? Пока что не идет мова про ліквідацию солидарного уровня. Это первый уровень так называемой трехривной пенсионной системы, которую мы должны были запровадить еще с 2004 года. Первый уровень – это солидарный. Второй уровень – это мова только сейчас про то, что он с 1 сентября 2019 года работает, если парламент ухвалит этот закон. Это будет второй уровень. И третий уровень – это добровольно накопительная система, когда человек может добровольно сама накопительную в пенсионных фондах. Эти деньги, которые 1, 2 и 3 уровень, разом, я думаю, сможем выйти на коэффициент замещения 40%, то есть тот, который минимально гидный уровень обеспечит. Но без накопительной системы это невозможно. Жалко, что даже не половина, 40% все-таки тоже звучит как-то не лучше. Вы знаете, когда человек ходит на пенсию, у него меньше потреб. Не нужно ездить на работу, не нужно уже одеваться на работу и так далее. Хорошо, но нам бы хотелось, чтобы эти потребы у наших пенсионеров были как у европейских. Так, конечно, для этого есть третий уровень. Мы же видим, как отдыхают люди из других стран, и как они проводят пенсию. В мире уже есть 5-ти уровня пенсионной системы. Кроме этих трех уровней, которые есть стандартом для цивилизованного света, еще есть нульный уровень и четвертый. Нульный уровень – это выплаты из держбюджета, который у нас третий, но очень малый. И четвертый уровень – это когда не финансовая помощь, когда домики для стареньких людей, пильги и так далее. То есть у нас элементы всех уровней есть, но кроме накопительного, обвязкового накопительного уровня, который сейчас, надеюсь, запроводим. У нас доверие к этой накопительной системе очень важный вопрос. Где гарантия, что эти деньги банально не пропадут? У нас страна очень веселая в этом плане. У нас раз в 5 лет, как ни кризис, то девальвация, то еще какие-нибудь экономические ветра нас задувают, обдувают. Декапливаться это же будет все не в долларах, а в привязке к национальной валюты. Все считают, что почему столько в гривне. Вы убедите кого-то еще это делать? Моя позиция и позиция нашей группы поляга в том, что первый рік или два до 100% всех накопительных должны иметь право быть инвестированными за кордон. На них можно купить Google, Facebook, Apple, BMW, Mercedes, будь-яких компаний, которые вырубляют те товары, которые нам известны, и украинцы начнут доверять этой системе. Только для этого это можно сделать. То есть вы верите, что наши прекрасные политики согласятся на такой вот ход, чтобы вывезти деньги, а не хранить их в каком-нибудь фонде, который можно деребанить? Если мы на них не будем тиснуть, конечно, не погодятся и захочут раздеребанить. Это зависит исключительно от нас, от гражданского общества. Хорошо, согласитесь. Дай Бог, чтобы эта система была хорошо принята в начале, а потом хорошо заработала, а потом была успешной. Но согласитесь, что говорим мы сейчас об изменениях улучшений жизни пенсионеров через годы, да? Что делать тем, кто... Это, скорее, разговор о нас с вами сейчас, о нашей пенсии. Что делать тем пенсионерам, которые сейчас нищенствуют? Ну, как им вот сейчас помочь? Тут тоже есть рекомендация. Знаете, популисти, которые немало в Верховной Раде, и незабарно выборы тоже будут туда идти, которые обещают поднять пенсии, но только обещают, ничего не делают. Если бы мы выбирали в Верховную Раду, в парламент, в ответственных политиков, которые будут проводить необходимые на нашей экономике реформи, это реформа рынка земли, приватизация, так далее. Мы все эти реформи на слуху, мы их знаем. Эти реформи позволят нашей экономике зрости. Инвестиционная приватность украины вырости, экономика станет больше. Больше экономика, большие податки, и, соответственно, больше выдатки на пенсии. Без зростания экономики мы не сможем забезпечить ни гидную зарплатную, ни гидную пенсию наших граждан. Вы правильно сказали, тем более, что выборы уже, в общем-то, в принципе, не так уж и далеко, и вот скоро сейчас снова предвыборное обещание повысить пенсию посыпется, как из рога изобилия. Вот, если честно, объективно, на сегодняшний день есть у государства возможности повышения этих пенсий? Немае. На жаль. Сегодняшние пенсионеры не могут отримать через рік, через два, через три, больше пенсии. Это будут крихти в любом случае. Коэффициент замещения будет падать и дальше, и дальше. Потому что все меньше людей входят в працездатный век, начинают працювать, и все больше выходят на пенсию, и дальше живут пенсионеры. Поэтому без заростания экономики мы не матимемо больших пенсий. Ну, надеюсь, что вас услышали политики, и те люди, которые должны развивать нашу экономику, потому что вот все, что вы назвали последние четыре года стоит мертвым грузом в Верховной Раде. Жаль, так. И, к сожалению, ни бюджеты не наполняются, ни экономика не развивается, и в результате страдаем. В первую очередь, жалко, конечно, пенсионеров. Самое незащищенное. Но они голосуют. Если будут голосовать ответственность, есть шанс. Будем надеяться, что пенсионеры услышали сейчас ваш призыв, и чтобы отдавали свои голоса правильно, и не просто по велению сердца, а руководствуясь не только эмоциями, а и каким-то анализом. Спасибо. Тарас Козак, политический эксперт, отвечал на мои вопросы. Вы смотрите подробности недели, и вот о каких темах мы будем говорить дальше в нашей программе. Гривня в ударе. Почему национальная валюта укрепляется? Как сильно еще опустится доллар? И какой прогноз экспертов на весну? Гадание на газовой цене. Как отразятся на платежках экстренные закупки топлива за рубежом? И будут ли поднимать тарифы в угоду МВФ? Яд для двойного агента. Как продвигается расследование покушения в Лондоне на российского разведчика? И кого может политически отравить это преступление? Гривневые качели продолжают удивлять. Если еще недавно национальная валюта все время падала и все гадали, дойдет ли до 30 за доллар, то к весне гривня неожиданно выросла и держится уже несколько недель. Одни эксперты объясняют такой неожиданный рост тем, что Нацбанк якобы специально играет на укрепление. Все-таки депутаты должны утвердить вместо Валерии Гонтаревой Якова Смолия, нынешнего исполняющего обязанности главы Нацбанка. И растущая гривня это выгодный фон для него в парламенте. Другие эксперты настаивают, что Нацбанк тут вообще ни при чем, и это просто сезонное явление. А что на самом деле? Мы решили поинтересоваться как раз у представителей Национального банка. Простые вопросы. Что происходит? И чего ждать в дальнейшем? Не рухнет ли гривня со своей неожиданной высоты? Есть понятие сезонности, когда уже вот начиная где-то с февраля месяца экспортеры достаточно большие объемы валюты начинают продавать. Стоит сказать, что условия торговли, так сказать, то есть цены на мировых рынках и спрос на украинскую продукцию в достаточно высоком уровне находится. Это связано как и с восстановлением мировой экономики, которую мы наблюдаем и в развитых странах, и в странах с рынками. С формирующимися рынками. Кроме того, соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, судя по нашим данным, по разговорам с экспортерами, оно способствует проникновению украинских экспортеров не только на европейские рынки, но и на рынки других стран. Расширяется и географическая диверсификация украинского экспорта, и номенклатурная. И это способствует притоку экспортных поступлений и таким образом поддерживает валютный рынок. Ну и плюс еще один из факторов, тоже про который говорят, иностранного капитала в украинские ценные бумаги. Все будет зависеть от основных трендов, что касается покупки и продажи валюты на рынке. Фундаментально украинская экономика все-таки восстанавливается после кризиса. Это видно. Все-таки и те темпы роста, которые мы видели в прошлом году, в начале этого года, говорят о том, что действительно самое страшное уже позади. Поэтому говорить о том, что будут какие-то катастрофические колебания курса или в одну или в другую сторону, ну сложно. Но есть и то, о чем в Нацбанке явно не договаривают. МВФ опять повышает планку требований к нашей стране. Йоста Люнгман, глава представительства фонда в Украине, в интервью журналу Новое время заявил, что не только повышение цены газа, но еще и земельная реформа остается среди того, что наши политики должны сделать, чтобы продолжать сотрудничество с МВФ. Причем о земле в фонде говорят так, как будто уже все решили. Процитирую. Время ввести рынок земли уже пришло. И это вдобавок к антикоррупционному суду. Его создание тоже требуют кредиторы. Если все получится, то на следующий транш Украина может рассчитывать уже к лету. Почему это важно? И почему без МВФ не обойтись? Ответ один. Госдолг. Он уже превышает 2 триллиона гривен. И, например, в этом году больше 14% бюджета Украины уйдет на обслуживание займов. Ну, а в ближайшие годы выплаты по долгу такие, что без новых кредитов их просто не осилить. Газовый кризис в Украине закончился так же стремительно, как и возник. То ли украинцам настолько прикрутили потребление, то ли просто потеплело. И хотя кризис закончился, но, как говорится, осадочек все равно остался. Украине пришлось срочно закупать дополнительные объемы газа в Европе и просто по шальным ценам. В некоторые дни цена была даже выше тысячи долларов, хотя обычно около двухсот. И если нафтогаз сейчас так потратился, то кто же будет компенсировать эту чрезвычайную разницу? В самой компании говорят, убытки покроет Газпром, но после нового суда, то есть еще не скоро. А вот эксперты уже пугают этими непредвиденными расходами нафтогаза могут попытаться обосновать очередное резкое повышение тарифов. Правда это или нет? Попробуем разобраться сегодня. Но сначала давайте напомним, почему этот газовый кризис вообще возник и чем конкретно закончился. 28 февраля долгожданное решение одного из самых дорогих коммерческих споров в истории европейского правосудия. Стокгольмский арбитраж взыскал с Газпрома 4,5 миллиарда долларов в пользу Украины за недопоставленный газ для транзита. Это уже второе решение суда. Первым арбитраж обязал Нафтогаз выплатить Газпрому 2 миллиарда долларов за неоплаченный газ и снова покупать российское топливо в течение двух лет как записано в контрактах. Возобновить импорт в Нафтогазе планировали 1 марта и даже отправили предоплату в виде заморозов наше хранилище и так работали на пределе. Но в Газпроме вентиль прикрутили предоплату вернули да еще и заявили контракты разрывают. В школах и вузах срочно отменяли занятия а всех украинцев призвали прикрутить отопление. Недостающее топливо Украина в режиме сегодня на сегодня закупила в Польше и других странах Восточной Европы и к этому вторнику удалось восстановить нормальное газоснабжение а Минэнерго заявили о полном прекращении газового кризиса. Действия Газпрома жестко раскритиковали в Европе уже после этого в Газпроме заявили транзитные поставки прекращать не будут тем временем в Украине судебные исполнители уже начали описывать имущество Газпрома чтобы изыскать положенные по суду деньги но несмотря на все эти распри нафтогазу и Газпрому все же придется сотрудничать еще минимум два года до истечения срока действующих газовых контрактов соблюдать их обе компании обязал Стокгольмский суд Итак какие у всего этого будут последствия могут ли еще вырасти тарифы и что делать с требованиями МВФ по газу давайте обсудим с экспертами Дмитрий Марунич эксперт по энергетике и Тарас Загородний политический эксперт сейчас на связи со студией подробности недели и Дмитрий давайте начнем с вас и сразу пожалуй с главного вопроса тарифы могут вырасти или нет или это все возможно пустые угрозы отдельных экспертов что на фоне вот такой переплаты легко обосновать очередное повышение цены газа Добрый вечер могу сказать просто и однозначно поскольку установление тарифов на газ в компетенции Кабинета Министров Украины в настоящее время оснований для повышения тарифов не существует другое дело что с 1 апреля когда закончат действия поставления 187 возможно под давлением внешних факторов прежде всего позиции МВФ правительство Гройсмана пересмотрит тарифы однако это не будет иметь ровно никакого отношения к той истории которая произошла 7 дней тому назад в Украине 9 дней тому назад Дмитрий а вот этот газовый кризис который мы наблюдали он может снова повториться как вы считаете в обозримом будущем украинцам будут еще что-то прикручивать или это был разовый драматический момент я вам откровенно скажу я очень удивлен что этот кризис произошел лишь на третий год вероятность того что при низких относительно запасах ПХГ при каком-то там умеренном морозе в конце сезона будет такая кризисная ситуация была все эти годы и нам очень повезло и господам из нефтегаза Коболеву и Витренко и всей этой компании что это случилось только в третий год их ну четвертый год их руководства то есть это простой просчет не накопление достаточных объемов газа в хранилищах первое и второе что это за уникальные долгосрочные контракты в Европе которые по словам господина Витренко не дали возможности нефтегазу в срочном порядке покупать газ он прямо сказал газ стоил там тысячу долларов хотя я в это слабо верю но тем не менее почему-то его не купили в первые дни марта чем поставили под угрозу поставки газа внутренним потребителям поэтому если из прошедшей истории не сделают необходимые уроки я уже назвал в чем проблемы были то конечно же кризис может повториться более того в проекте финплана нефтегаза чтобы все знали который Гройсман правда не подписал на следующий год предполагалось накопить на 10% меньше газа чем в этом году 13,8 миллиарда кубол вот вам ответы на то как вы менеджерские таланты руководства нефтегаза и что они обществу предлагают но ваш опыт как подсказывает эти менеджерские таланты позволят им сделать правильные выводы или знаете фух пронесло а в оси в следующем году пронесет ну сложно сказать некоторые депутаты предлагали наградить за великие победы вот понимаете за великой победой сразу последовал конфуз в виде вот ограничения поставок и каких-то непонятных акций прикрути с учетом там амбиции политических я не знаю каких-то там уверенностей в собственной непоколебимости я бы такое даже слово употребил не факт что вся эта история мартовская которая повторюсь была предсказуема что она будет иметь какие-то в общем будет какой-то иметь результат на то как будет дальше себе вести руководство нефтегаза я не уверен более того как мы видим оно плюет на мнение правительства откровенно с большой так сказать башни считает что они правы во всем у них есть независимый напсовет который позволяет им делать то что они считают нужным несмотря на то что кабинет министра Украины является их акционером ну вот так давайте подключим к нашему разговору Тараса Загороднева Тарас вот в МВФ опять говорят что надо и цены на газ повышать и по земле голосовать вообще реально что наши политики пойдут на такие меры ваш прогноз что нас ждет в ближайшие месяцы ну все-таки учитывая предвыборную ситуацию я не думаю что они согласятся на такое резкое повышение цены на газ в связи с тем что это фактически автоматически означает увеличение количества субсидий из государственного бюджета это раз и второе точно не понравится избирателям поэтому высока вероятность что-либо будет искать какую-то компромиссную формулировку которая позволит не так резко поднимать цены на газ хотя я лично не вижу причин вообще чтобы следовать советам МВФ потому что это уже какой-то знаете похоже на разводняк поднимайте цены на газ убивайте свою экономику и снова идите за кредитом к МВФ поэтому в данном случае вообще не вижу большой необходимости по крайней мере сейчас идти за кредитом в МВФ ну хорошо если мы не пойдем за кредитами МВФ МВФ не даст нам новые транши за невыполнение требований фонда тогда как политикам выкручиваться Тарас элементарно деньги где вот они будут брать деньги например чтобы расплатиться по долгам страны ну воровать меньше надо это раз второе запускать экономику это два вести в более-менее адекватную промышленную политику и по защите собственного рынка продвижения собственного экспорта деньги обычно НВФ нужны когда экономика в коме у нас экономика более-менее восстанавливается и поэтому искать снова деньги и выполнять драконовские условия которые в долгосрочном периоде пагубно будут сказываться на экономическом будущем страны я не считаю возможным тем более что если есть у вас проблемы то возможно все-таки а либо пролонгировать следующие долги обычно внешние долги это считается теми долгами которые но никогда теоретически не отдаются потому что можно передоговариваться можно выйти на рынок заимствования взять как в прошлом году 3 миллиарда долларов но по крайней мере не выполнять то что реально будет иметь катастрофические последствия для экономики мне непонятно спасибо Дмитрий Марунич эксперт по энергетике и Тарас Загородний политический эксперт отвечали на мои вопросы но какими бы острыми ни были газовые кризисы в нашей стране это все равно только верхушка айсберга коммунальных бед с которыми сталкиваются украинцы и особенно вот в такую погоду как сейчас когда асфальт сходится снегом с крыш падают ледяные глыбы а коммуникации не выдерживают перепадов температуры кто должен отвечать за неготовность городов к межсезонью и как получить компенсацию тем кто пострадал из-за халатности чиновников и коммунальных служб Любовь Кукла разбиралась Единые испытания которые могут пройти не всем подскользнуться с самого ног зимняя весна заставляет украинцев проявлять чудеса эквилибристики пошла отскользнулась упала коммунальщики не справляются у травматологов аншлаг за сутки только в эту больницу привозят около 100 человек это означает пациенты с травмами нижних кинцилок верхних кинцилок сближается количество переломов а все потому что на смену метелям пришел ледяной дождь если дороги коммунальщики еще как-то чистили то тротуары превратились в каток последний день зимы для Натальи Кухарчук выдался крайне неудачным она упала возвращаясь с работы говорит на темном тротуаре возле магазина не заметила лед результат двойной сложный перелом это тот самый магазин возле которого Наталья Алексеевна и сломала ногу владельцам хватило сил убрать лед лишь на крохотном участке у входа до бурдюра с лопатами не дошли при этом сотрудники магазина уверяют вопросы не по адресу женщина якобы упала на территории соседнего торгового центра вон видите как будто бугорок льда видите даже сейчас бугорок льда который тот тогда был и она на нем упала она не у нас упала Наталья Алексеевна перенесла сложную операцию врачи скрепили голеностоп металлическими пластинами потратила 10 тысяч гривен а впереди еще полгода реабилитации говорит как только поправится будет подавать в суд на владельцев магазина ведь это их ответственность пока поддерживают связь с очевидцами ее падения люди готовы быть свидетелями поиску пообещали мне поддерживать меня в моем позове до владельца той территории которая очень плохо следует за дорогой центр Киева жилые дома офисные здания и глыбы льда над головой ходить по тротуарам даже в столице страшно ведь огромная глыба льда может обрушиться в любую минуту и уже неоднократно падало каждый год в Украине кто-то погибает от глыбы с крыши этой зимой в Киеве гигантские сосульки покалечили 6 человек кто должен за это отвечать ведь это не несчастный случай виной всему халатность есть балансоутрымочины которыми поделена данная территория каждый понимает знает свой участок если мы говорим о конкретном магазине то фасадная часть магазина однозначно должна очиститься самим магазином балансоутрымочек коммерческое предприятие оно подписывает договор фактически с морей города то есть и территория которая перед этим предприятием оно относится к ним в плане уборки обеспечения безопасности Волтаве на этой неделе чиновников решили воспитывать с помощью кулаков люди их избили за неубранный снег из-за ледяного коллапса в городе жители пришли в мэрию с подарками солью и песком у нас к сожалению далеко не все предприятия выполняют условия договора с мэрией хотя за это существуют наказания правда как часто это бывает довольно формальные копеечный штраф но выписывают его крайне редко вот и получается что коммунальный ледниковый период заканчивается не скоро а покалеченные украинцы в большинстве случаев оплачивают свое лечение сами хотя теоретически отсудить компенсацию у виновников можно но для этого нужно множество доказательств вплоть до фотографий это надо зафиксировать в первую очередь зафиксировать у нас кто может полиция скорая помощь может также зафиксировать она может справочки указать где это случилось и как желательно сделайте фотографию но это не залог успеха получить компенсацию на практике почти невозможно суды длятся годами а если истец и выигрывает процесс то это еще не значит что ответчик выплатит деньги поэтому пока украинцам рассчитывать на правовую и коммунальную чистоту не приходится скорее на свою осторожность Любовь кукла Станислав Кухарчук Сергей Килимник Юрий Романюк Сергей Дубинин Оксана Алексеева и Степан Маслов подробности недели телеканал Интер узники греческого порта сколько еще ждать освобождения задержанным в Греции морякам будьте аккуратны пожалуйста потому что здесь очень и очень темно и как выживают наши ребята без воды еды и электричества эксклюзив подробностей недели с острова Крит яд для двойного агента как продвигается расследование покушения в Лондоне на российского разведчика и кого может политически отравить это преступление удар ниже пояса как порноактриса втянула Трампа в судебно-сексуальный скандал и как это может отразиться на политической потенции президента вы смотрите подробности недели мы возвращаемся в прямой эфир сотни украинских моряков застряли в Греции в тюрьмах некоторые даже без предъявления официальных обвинений а кто-то уже с приговорами на десятки лет за решетку почему украинцы оказываются в заложниках умедлительного и часто несправедливого греческого правосудия и как им может и должно помогать наше государство выясняла Елена Зорина буквально поехал в Турции Валерию предложили устроиться механикам на корабль уже в пути выяснилось вместо груза на борту беженцы Валерий получил 233 года тюрьмы теперь его единственная надежда апелляция строгий режим небольшие камеры с тяжелыми условиями содержания это коридолос самоохраняемая тюрьма в пригороде Афин именно здесь сейчас находятся более двух десятков украинцев обвиняемых в перевозке нелегальных мигрантов даже из-за съемки на телефон здесь могут быть проблемы добиться свидания с осужденными крайне сложно 8 квадратных метров вроде где-то маленькая комнатка и там по 4 человека вот зимой в комнате в камере плюс 8 я не ездила нет такой возможности мне туда поехать он звонит очень редко досудили на большой срок 204 года здесь в тюрьме брат Марины Анатолий на этой неделе сюда приезжают украинские дипломаты просим их передать письмо для Анатолия от сестры Толя мы все тебя любим ждем все что можно в наших силах все что возможно мы делаем для того чтобы тебя освободили ты вернулся домой держись крестник очень ждет его и он конечно его не помнит потому что последний раз виделись когда ему только годик был но знает что есть дядя и всегда вспоминает и говорит дядя Толя мы заявили желание на встречу с девятьми гражданами Украины нас застерегли что мы не можем мать при себе незважаючи на дипломатичный статус никаких телефонных или других электронных аппаратов нас застерегли от того чтобы мы не передавали никакие документы если мы хотим что-то поведомить то мы можем поведомить уснуть без обвинения обвиненные по сути заложники на кораблях еще почти три десятка украинцев уже не в тюрьмах а на собственных суднах ждут решения греческих властей экипаж судна меконг спирита это 16 одесситов ждут уже десятый месяц их подозревают в незаконной перевозке оружия подписали контракт в крюинге все как обычно думали что защищены а на деле оказалось что это все никто на это не обращает внимания на этой неделе на судне закончилось топливо моряки остались без света и воды вот такая вот темень у нас это днем это вот остатки то есть стекает все ее нету ведра вода в бутылках вода то есть с них мы умываемся душ и зарядка телефона теперь в здании порта и это только два часа в день на всех с едой все еще хуже не работает плита на которой мы все время готовили все продукты как видите они пропадают буквально завтра это уже кушать нельзя будет моряки голодают из запасов остались консервы хлеб и круассаны лично у меня осталось всего их три то есть это грубо говоря три завтрака я еще могу себе позволить питьевой воды которую нам поставили в последний раз у нас ее осталось буквально с расчетом по бутылке две на человека с нашим приездом морякам привозят топливо для генераторов его хватит на неделю и это поможет хотя бы как-то существовать заработает одна плита розетка и холодильник адвокат моряков говорит расследование которое тянется столько месяцев типичная история для Греции слишком много в деле документов но утверждает надежда на скорое возвращение экипажа домой есть на этой неделе я планирую подать запросы к греческому правосудию чтобы пока идет досудебное расследование им разрешили вернуться домой но с условием чтобы они отмечались например в греческом консульстве в Одессе такая практика существует между странами Евросоюза и как правило эти решения принимаются в течение нескольких недель пока моряки ждут и пытаются не унывать Мамы, сестры, жены дочери всех с праздничком спасибо хочу сказать своей маме за то что она там держится мы вас все очень любим о моряках и их скорейшем возвращении в Украину говорят всю эту неделю дипломаты встречи с представителями греческого МИДа министерства юстиции с генеральным прокурором при Верховном суде а те кто помогает морякам всерьез задумались над механизмом как уберечь украинцев от подобных историй появилась идея ну я не знаю организовать офисы информационный офис в УДС для моряки и я буду разговаривать для с украинским посольством что когда есть проблема украинских моряков в Греции мне надо дать информацию и я через политики сколько министры знаю там в Греции буду помочь сколько могу для нас это очень важно сегодня говорить как в Украине с точки зрения предупреждения граждан Украины что это небезопасность которая приводит к этих тяжких наследствах для нас это очень важно говорить сегодня с греческим обществом вести дискуссии что на самом деле происходит их судно уже никуда не пойдет вон вон все гнило везде одни дырки посмотрите вот это когда дождь идет это все прямо в каюты вся вода течет тазики ставим чтобы все на проводку все замыкает смотрите одни дырки за почти полтора года стоянки на Крите корабль сгнил а моряки без документов уже теряют надежду очень сильно хочется домой со всеми соскучились дома и семья ждет и мать а мы здесь находимся мама другого моряка Алексея узнала о судьбе сына из нашего предыдущего сюжета не хотел расстраивать ее чтобы нервничала переживала мам я тебя очень люблю не переживай скоро увидимся их подозревают в контрабанде сигарет но и груз не забирают и моряков не отпускают греки говорят Украина мафия кто вещи приносит на пароход кто продукты мы приезжаем тоже не с пустыми руками сальцо сама салила всего я салил ножом мы за дворгоном сейчас первый раз попробуем своего родного заскучилось так что что вы сказали спасибо что нас не забываете спасибо каналу линтер очень круто помогают и благотворители и дипломаты кто чем может но когда моряки вернутся домой пока сроков даже приблизительных нет из Греции Елена Зорина Марьяна Бурякова и Евгений Каминский подробности недели телеканал интер Елена Зорина сейчас на связи со студией подробностей недели Лена приветствую скажи где ты сейчас находишься и вот как ты считаешь украинские дипломаты достаточно помощи оказывают нашим ребятам Алексей добрый вечер мы снова находимся в небольшом городке Палеохора на острове Крит и рядом со мной экипаж судна РС-97 это ребята из Херсона Харькова Одессы уже почти полтора года они ждут своего возвращения домой вчера к морякам приезжали украинские дипломаты это консул и зам главы департамента консульской службы хочу сказать что всю эту неделю они провели в переговорах с греческой стороной касательно судьбы моряков застрявших на судах а также тех кто сейчас находится в греческих тюрьмах это были встречи с представителями МИДа министерства юстиции генеральным прокурором при верховном суде кроме того на следующей неделе серия встреч продолжится приедут представители нацполиции чтобы говорить со своими коллегами также Министерство соцполитики а также международной организации миграции и вот на корабль РС-97 дипломаты привезли продукты воду все что необходимо также пообщались с экипажем и вот предлагаю послушать то что собственно чего удалось добиться по результатам переговоров нам подкресливали и наголошили на том что экипаж не затриманный экипаж не подозрюванный экипаж есть в праве вольно пересуватися Греции хотя не совсем так потому что документы которые посвящают особу паспортивных вилучен грецкая сторона подтвердила что она абсолютно погоджуется с нами в необходимости финального решения нас запевнили что в коротком часе будет сбалансовано все экспертные оценки что до вантажа який на цьому судне и будет ухвалено решение и вот рядом со мной капитан судна Михаил Дементеев скажите верите ли вы что уже в ближайшее время вернетесь домой убедили ли вас дипломаты но все-таки подозрения в контрабанде это менее серьезные нежели там подозрения в незаконном незаконной перевозке оружия даже вчера звучал такой осторожный прогноз что возможно до Пасхи вы сможете вернуться домой так ли это ну конечно мы теперь верим после того как господин Кирилльич объяснил ситуацию мы теперь точно знаем что скоро мы будем дома потому что мы находились в неведении в каком-то сидим когда что теперь уже все ясно все хорошо большое ему за это спасибо большое огромнейшее спасибо консулу Украины в Греции господину Итюкину Максиму Михайловичу который с первого дня как мы нашего нахождения здесь вот полюхали проявляет огромную заботу помогает психологически морально и самое главное финансовую поддержку огромную находит там спонсоров большое спасибо Максим Михайлович также хочу выразить большую благодарность товарищу Калергису товарищу Бурбулису вернее господину уже теперь наверное Александру Дмитриевичу я хочу всех поблагодарить чтобы никого не забыть Александру Дмитриевичу большое спасибо за финансовую поддержку которую он наказывает нам и всем остальным людям товарищу Бурбулису за материальную поддержку тоже слава богу мы не остаемся без продуктов без питания за это всем большое спасибо есть ли какие-то подвижки вот все-таки мы уже сейчас говорили что сейчас будет еще встреча конечно но надеемся что в течение месяца как нам пообещали что надежды такие подаются что в течение месяца может быть в начале апреля мы будем уже дома так что всем до скорой встречи всего доброго всего хорошего сейчас пускай ребята кто хочет может быть расскажет что-нибудь ну вот пока пакуют чемодан можно в принципе передать привет Дима вот его дома ждут двое маленьких детей жена Дима да я хотел бы поздравить с прошедшим 8 марта всех своих любимых женщин это жену дочу мам уж их две как бы бабушек тетушек всех с 8 марта и как бы надеюсь что скоро уже увидимся хочу поблагодарить от всех ребят от всего члена экипажа от Алексея Дмитрия Игоря Федоровича нашего капитана всех людей кто непосредственно помогал нам вернуться домой в Херсон мы скоро приедем ребят я вам искренне желаю чтобы на самом деле вот в следующий раз мы с вами встречались уже не здесь а в Украине спасибо Леночка до встречи в аэропорту до встречи в аэропорту Алексей ну вот пока такие новости передай ребятам что мы все их здесь очень ждем и действительно верим и надеемся что эта встреча состоится уже очень скоро ну и Лена от себя хочу поблагодарить тебя ведь если бы наверное и не твоя работа и твой вклад в эту историю возможно таких новостей хороших мы бы сегодня еще не услышали а услышали бы их намного позже спасибо моя коллега Елена Зорина из Греции была на связи со студией подробностей недели на Донбассе очередное обстрелянное перемирие и хотя боевики открывают огонь реже но все же атак своих не прекращают и хуже всего что огнем накрывают жилые кварталы доказательство тому городок счастья на этой неделе он был под прицелом как людям посчастливилось выжить и как нашим военным удалось получить доказательство преступной атаки наемников Игорь Левинок расскажет городок счастья у противника как на ладони позиции российско-оккупационных войск находятся на высотах и оттуда они обычно открывают огонь по укреплениям наших армейцев но в этот раз оккупанты ударили по мирным кварталам наши военные убеждены враг сделал это целенаправленно камера наблюдения которую установили военные зафиксировала обстрел боевики открыли огонь с господствующей высоты из зенитного орудия снаряды пролетают высоко над дорогой в направлении жилого массива армейцы говорят первая ночь перемирия оказалась жарче чем предыдущие военные будни враг применил широкий арсенал счастье содрогалось от взрывов смертоносная железяка влетела в окно этого дома на первом этаже разорвалась на кухне осколки посекли все мебель бытовую технику пробили даже чугунный радиатор 200 дырок хозяйка квартиры пенсионерка Лариса Русанова до сих пор на успокоительных говорит спаслась благодаря чуду когда начался обстрел она была на кухне хотела выпить чаю 6 лет была в цель как умер и он мне два дня снился все время говорил мам выйди с кухни мам выйди с кухни я сюда пришла остаюсь здесь калачушь чай они стреляли просто в начале с автомата на это мы уже не реагируем ну и все я тут а потом раз смотрю я уже возле туалета почему-то стою меня кто-то вытолкнул отсюда у мужа Ларисы Николаевны Владимира сегодня день рождения исполнилось 68 в тот вечер его не было дома срочно вызвали на работу не иначе как счастливое совпадение на кухне осколки прошили все вот тут клетка холодильник потолок эти стены а на соседней улице есть попадание в детский садик малышей там не было здание на ремонте воспитательница Татьяна Самарина еле сдерживает слезы надеялись на мир но счастье снова и снова обстреливают это хорошо что она в бок вошла а если бы вошла шла бы ла бы в стекло то на руке в наша дверь это очень конечно было бы плотевно за это армейцы говорят боевики пока успокоились если не считать автоматных очередей по ночам то перемирие соблюдается но надолго ли затишье солдаты по этому поводу только иронизируют это уже было перемирие у нас назвали что это перемирие Игорь Левинок Богдан Савруцкий Сергей Байдала с Луганщины подробности недели телеканал Интер завтра в Брюсселе будут подробно говорить о войне на Донбассе в столицу Евросоюза для этого едут Курт Волкер спецпредставитель США по Украине и Иванна Климпушцинсадзе наш вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции площадка для дискуссии форум фонда Маршала это один из самых заметных американских неправительственных институтов события Волкер анонсировал в своем твиттере ну а в Киев на следующей неделе приедет верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерико Магерини в понедельник 12 марта переговоры с ней проведет Петр Порошенко темы разговора уже известны это миротворцы для Донбасса выполнение Украиной соглашения об ассоциации с ЕС и поддержка Евросоюзом реформ в нашей стране уже анонсирован и визит президента Украины в Германию он состоится в ближайшие несколько недель и это очень вовремя в Берлине завершается формирование нового правительства понятно что канцлером останется Меркель но в ее кабинете существенные перестановки меняется и министр иностранных дел чего теперь ждать от Германии и может ли измениться политика этой страны узнаем у Татьяны Лагуновой наш немецкий корреспондент сейчас на прямой связи со студией подробности недели Татьяна приветствую скажи что может измениться для Украины в Германии вот президент скоро поедет в Берлин ему стоит ожидать каких-то перемен в немецкой политике ну на самом деле ничего кардинально нового украинского президента в Германии не ждет во-первых потому что страна в принципе проводит стабильную политику и при смене канцлера ее не швыряет в противоположную сторону ну а во-вторых канцлер-то и не поменяется уже в среду депутаты Бундестага изберут Ангелу Меркель на четвертый срок а управлять она будет как и в предыдущую каденцию большой коалицией это союз христианских демократов и эсдеков в новом кабинете министров много новых лиц но людям которые не особо глубоко интересуются немецкой политикой их имена ничего не скажут самое важное и интересное для Украины назначение это пожалуй министр иностранных дел новым главным дипломатом Германии станет бывший министр юстиции социал-демократ Хайка Мас его называли среди возможных кандидатов на этот пост но решение партии похоже застало врасплох даже действующего министра иностранных дел Зигмара Габриэля новость он узнал от журналистов на пресс-конференции которую проводил со своим коллегой из Боснии и Герцеговины если это так и он станет министром иностранных дел то я думаю он отлично справится у меня тоже все хорошо удачи до свидания как министр юстиции Хайка Мас добился принятия закона борьбе с фейками и разжиганием ненависти в интернете а вот на международной теме высказывался крайне мало так что будет очень интересно его услышать ведь несмотря на то что внешнюю политику страны определяет канцлер главный дипломат может иметь отличную позицию по тому или иному вопросу и довольно громко ее озвучивать так что возможно и знакомство с новым министром иностранных дел будет одной из задач украинской делегации в Берлине Алексей Татьяна еще один вопрос чего вообще можно ждать от этого очередного правительства Меркель ведь это ее последний канцлерский срок и уже хотя бы ну примерно мы можем предполагать каким он будет ну чтобы понять каким будет четвертый срок Ангелы Меркель достаточно прочитать коалиционный договор там очень детально расписаны все самые важные темы на которых собирается сконцентрироваться новое правительство и в отличие от Украины в Германии коалиционные обязательства все-таки исполняются в соглашении конечно очерчены самые важные векторы внешней политики есть и упоминание о готовности помогать Украине в обмен на реформы и борьбу с коррупцией а также отдельный пункт о необходимости реализовать Минский пакет но большинство тем конечно внутреннее это медицина образование экономическое развитие миграционная политика то что больше всего интересует немецкого избирателя спустя почти 6 месяцев после выборов у избирателей есть право ожидать что мы начнем действовать и реализовывать наши намерения и главной задачей для всех министров будет обеспечение рабочих мест процветание страны и создание равных условий жизни для всех граждан нужно еще сказать что для Ангелы Меркель четвертый срок будет самым тяжелым ей долго не удавалось сформировать коалицию главная оппозиционная сила в Бундестаге теперь ультраправая которая тоже попытается подпортить жизнь новому правительству но в высоких кабинетах уже шепчутся что Меркель засиделась и ей пора на покой так что четвертый срок будет для Меркель также и периодом поиска преемника или преемницы фаворитом на роль будущего лидера партии который поведет ее на следующие выборы сейчас считается ближайшая соратница Меркель генсек христианско-демократического союза Аннегрет Крамп Каренбауэр это опытный политик бывший премьер федеральной земли Саар но вот удастся ли ей все-таки в итоге стать канцлером пока говорить рано Алексей спасибо Татьяна Лагунова наш корреспондент в Германии отвечала на мои вопросы сегодня президент Украины вручил шевченковские премии лауреатов 8 размер каждой премии больше 200 тысяч гривен в номинации литература премию получила писательница Эмма Андиевская монография профессора Гарвардского университета Сергея Плохия врата Европы победила в номинации публицистика кстати это одна из самых заметных работ по истории Украины и что важно читает ее во всем мире исследование событий прошлого в ней очень современное можно сказать что книга как раз отвечает на вопрос почему отказ от подписания ассоциации с ЕС спровоцировал революцию достоинства и почему украинцы готовы бороться за Европу среди других лауреатов художник Павел Маков композитор Виктория Полевая и создатели документальных фильмов о Майдане при вручении премии президент отметил что к нему поступило много обращений с просьбой объявить восемнадцатый год годом украинского языка но по мнению президента одного года мало и в ближайшее время он подпишет указ о разработке десятилетней программы абсолютно очевидно годом за мало а что в девятнадцатом году мы будем делать забудем про украинскую мову годом за мало чтобы не доложить все то что внаслідок колоніальной политики втратило украинскую мову и я закликаю вас всех до співпрации до неполегливої работы в цьому напрямку бо попереду десятилетия украинской мови в украине протягом цих десятилет позитивні незворотні зміни мають відбутися ключове слово незворотні Англию потряс шпионский скандал с токсическим душком бывший российский разведчик Сергій Скрипаль и его дочь Юля отравлены и до сих пор остаются без сознания от яда пострадали даже полицейские которые приехали на вызов десятки военных помогают полиции разобраться в этом деле а что уже удалось узнать расскажет Светлана Чернецкая это случилось здесь в этом небольшом скверике Сергею Скрипалю и его дочери Юлии одновременно стало чрезвычайно плохо они присели на скамейку сейчас она накрыта полицейской палаткой в то время в центре людей было немного это был выходной и погода не способствовала прогулкам но даже те немногие кто проходили мимо посчитали пару либо сильно пьяной либо под действием наркотиков только когда отец и дочь свалились на землю прохожие вызвали скорую полицию создавалось впечатление что женщина мертва ее глаза были широко открыты и полностью белые мужчина сначала делал какие-то странные движения но потом и он застыл побледнел и у него началась рвота одним из первых на помощь прибежал полицейский Ник Бейли вскоре ему тоже стало плохо 4 дня в госпитале сержант был без сознания но вчера очнулся и даже дал показания его состояние все еще очень серьезное но стабильное худшее позади еще двоих коллег Бейли тоже госпитализировали после инцидента с симптомами отравления для нас это шок на месте происшествия был не только наш коллега Ник который все еще в больнице но еще очень много специалистов экстренной помощи они тоже могли заразиться эта скамейка в сквере одна из важнейших улик возможно именно здесь и произошло отравление пытаясь восстановить события того дня полиция отследила передвижение отца и дочери эксперты по химзащите проверили вот этот ресторан и пап неподалеку куда наведывались в тот день пострадавшие также нашли запись камеры видеонаблюдения сделанную за полчаса до инцидента на ней вполне счастливые и здоровые Сергей и Юлия прогуливаются за руку по улице каким ядом отравили россиян ответ искали три дня привлекли криминалистов из химлаборатории Портондаун это один из самых засекреченных военных исследовательских центров уже известно было использовано вещество нервно-паралитического действия на порядок сильнее Зарина наша задача сейчас установить кто стоит за этим и с какой целью это было сделано у нас сотни детективов криминалистов аналитиков и разведчиков работают сообща круглосуточно а сегодня в Солсбери где произошло покушение направили еще две сотни военных среди них королевские морские пехотинцы криминалисты все еще работают в доме Скрипаля обычно тихий городок сейчас наводнен полицейскими жители в панике страшно представить что любой мог проходить мимо и подвергнуться заражению я просто в шоке что такой случай произошел и что такое вообще возможно это первый случай в британской истории когда на ее территории применили оружие массового поражения продажа нервно-паралитических веществ запрещена поэтому купить их нереально создать крайне сложно в 95-м религиозным фанатикам Японии удалось произвести зарин но на это ушли годы и миллиарды долларов даже маленькая капля вещества нервно-паралитического действия может убить за минуту к примеру вещество VX которое использовалось для убийства брата-лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в прошлом году в сто раз токсичнее зарина оно не обладает ни запахом ни цветом и его очень сложно обнаружить поэтому все убедительнее выглядит версия что это покушение организовано на наивысшем уровне поскольку Сергей Скрипаль бывший агент российской разведки пресса сразу же заподозрила российский след хотя было бы неправильно делать поспешные выводы но я могу заверить вас если появится доказательство указывающее на ответственность другого государства то правительство ее величество будет действовать должным образом это не останется безнаказанным использование вещества нервно-паралитического действия на британской земле наглый и безрассудный акт это было покушение на убийство совершенное самым жестоким путем в общественном месте депутаты призывают как можно скорее раскрыть покушение они требуют от правительства публичных отчетов и просят МВД пересмотреть дела по еще 14 подозрительным смертям произошедшим в Британии все они тем или иным образом связаны с Россией проводят параллели с отравлением Александра Литвиненко бывшего офицера ФСБ в 2006 году и вы знаете это дело 2006 года здесь очень много обсуждалось и ряд экспертов и ряд политиков говорили о том что тогда Британия недостаточно жестко отреагировала на этот вопрос главный вопрос сейчас это мотив отставной полковник Сергей Скрипаль вряд ли представлял опасность для Кремля в Солсбери он жил жизнью обычного пенсионера иногда ездил в Лондон читать лекции в военных академиях наведывался в секретную службу МИ-6 правда особо полезным уже не мог быть его информация о российской разведке устарела когда я услышала что он шпион я была просто в шоке потому что он такой хороший и милый человек он такой дедушка обычный пенсионер который часто говорил о том как скучает по дочери и живет один в Москве Сергей Скрипаль работал в главном управлении российской военной разведки в 2006 его обвинили в госизмене работе на британские спецслужбы Скрипаль отвечал за подбор кадров поэтому мог быть очень полезным для МИ-6 признать виновным в совершении государственных измен в формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа 4 года Скрипаль провел за решеткой но потом его и еще троих граждан России обменяли на 10 российских шпионов задержанных в США после чего Скрипаль поселился в этом небольшом английском городке с семьей недавно он потерял жену и сына дочь вернулась в Россию и на эти выходные приехала навестить отца пока мало известно чем занимался Сергей Скрипаль в последнее время друзьям он рассказывал о новой работе в сфере кибербезопасности и о встречах с друзьями из российского посольства есть информация что Скрипаль мог помогать бывшему офицеру МИ-6 Кристоферу Стилу составлять досье по связям Трампа с Россией прольет ли свет на это дело сам экс-разведчик пока неизвестно и Сергей и Юлия до сих пор в реанимации Светлана Чернецкая Валентин Белич подробности недели Британское бюро телеканала Интер обширный инфаркт отечественной медицины именно так можно охарактеризовать сегодняшнее положение дел в здравоохранении Украина сейчас на первом месте в Европе по количеству сердечных болезней именно от них умирает больше половины украинцев и хотя Минздрав называет кардиопрофилактику приоритетом при этом закрывает глаза на проблемы с детской кардиологией ведь у нас до сих пор маленьких пациентов оперируют дедовским способом хотя есть все возможности делать микрооперации все потому что государство пока не может профинансировать покупку окклюдеров что это такое и почему это так необходимо Паблина Василенко расскажет У меня есть вот такая пластина Когда вырастет Маша хочет иметь настоящую а еще стать ветеринаром Увлечить животных Всех-все-все? Да Которые болеют Даже конячик Но пока лечение необходимо самой Маше Рассказывали что у меня дырка в сердечке Маша знает почему ей нельзя бегать как остальным детям Диагноз порог сердца поставили сразу после рождения но оперировать четыре с половиной года назад не стали надеялись что перерастет из-за слабого сердца иммунитет девочки дает сбои Ротовирусы грипп не дай бог коря они ну не каждый ребенок с порогом сердца может пережить такие болезни поэтому надо делать операцию срочно так как дальше пойдет в школу В ожидании операции Маша не ходит в садик гуляет в маске есть вариант избежать обычной операции и поставить оклюдер имплант который закроет дырку в сердце но это стоит 90 тысяч гривен оклюдер у меня возможности поставить некак я извиняюсь за выражение я сейчас работаю на двух работах и я даже основного не всегда могу ей сделать покушать а дети будь как так я не знаю деньги для Маши собирает благотворительный фонд а вот это сам оклюдер маленький имплант из специального сплава который ведут к цели по кровеносным сосудам в сердце он раскрывается как зонтик закрывая отверстие достаточно маленький пристрой так в миллиметрах мы можем завести в очень тоненькую трубочку потом через такие самые трубочки но дольше мы можем заходить в любую структуру сердца получается процедура все забирается а эта штучка остается не всегда в организме человека в дальнейшем она полностью покрывается своими клетинками и человек становится здоровым тут 4 годика тут 6 про диагноз мы еще не знали были еще счастливые родители и счастливый ребенок сейчас ему же 14 а 3 месяца назад у Максима диагностировали порог сердца он постоянно кашлял а однажды вышел из ванной и упал потерял сознание весной нужно прооперировать то что у него держится давление высокое соответственно что сердце изнашивается оно работает быстрее нагрузка на сердце единственное спасение для Максима оклюдер обычная операция ему противопоказана из-за гипертонии но почти 100 тысяч гривен на имплант мама-учительница и отец-пенсионер не соберут мы не готовы были к тому чтобы если бы это раньше мы бы собирали деньги собирали как-то потихоньку брали какие-то кредиты и эта проблема для Украины массовая у нас ежегодно рождаются 5000 детей с врожденным пороком сердца и в то время когда весь цивилизованный мир переходит на малоинвазивные операции в Украине продолжают проводить травматичные полосные в год в нашей стране ставят лишь 800 оклюдеров половину из них украинцы покупают сами половину благотворители как Вики из Киева ей повезло деньги на оклюдер ей собрали всего за две недели теперь Вика хочет многое из того, что нельзя было раньше и танцевать и плавать но обычно сбор денег занимает несколько месяцев которые могут стать решающими помочь маленьким украинцам могла бы госпрограмма которую еще год назад разработали ведущие кардиохирурги врачи просят закупать хотя бы 2000 штук импланта в год для государства сумма вполне подъемная необходимо чуть больше 100 миллионов гривен поэтому безусловно этот вопрос должен решиться на уровне Кабмина на уровне Министерства здравоохранения мы очень на это надеемся потому что для этого есть все предпосылки есть оборудование есть обученный хорошо обученный персонал и есть пациенты мы прораховали полностью все моменты хирургии включая реанимацию перебывание пациента в клинице и все другие моменты это абсолютно спевставные цифры для государства это будет выгодно перейти через хирургическое лобби что всех будем оперовать и просто делать те процедуры которые делает весь мир по статистике в Украине смертность от сердечных болезней самая высокая в Европе а 20 тысяч украинцев живут с непрооперированными пороками сердца в Минздраве заявили что уже закупают оклюдеры вот только нужно их в несколько раз больше а для этого надо внести изменения в бюджет Павлина Василенко Елена Брынза Елена Миндалюх подробности недели телеканал Интер Дональд Трамп на этой неделе развязал настоящую глобальную торговую войну уже задеты почти все ведущие страны мира от Европы до Азии американский президент вел новые пошлины на сталь и алюминий официальное обоснование защита национальных производителей якобы из-за более дешевых европейских и азиатских поставок страдает производство в Америке и по мнению Трампа только пошлинами это и можно исправить ну на первый взгляд конечно разумно если закрыть рынок для иностранцев то понятно что свои производители сразу смогут продавать больше но ведь и иностранцы будут вынуждены реагировать а значит вводить ответные пошлины уже на американские товары пострадают от этого и американские экспортеры вообще война пошлин может зайти очень далеко в 20 веке именно обмен заградительными пошлинами между Америкой и другими странами превратил острый экономический кризис конца 20-х годов в затяжной великую депрессию на эту инициативу Трампа уже отреагировала и канцлер Германии это нехорошо если у нас сейчас появятся дополнительные пошлины это повлияет на экономику причем ни одной страны мы убеждены что в конечном итоге это нанесет ущерб всем никто не победит в такой гонке и поэтому мы намеренно продолжаем искать пути для переговоров кстати американский рынок стали традиционный и для нашей страны и вот от этих новых пошлин Трампа точно проиграет и Украина в Кабмине уже занимаются этой проблемой по крайней мере торговый представитель Украины Наталья Микольская сегодня сообщила наши чиновники уже общаются со своими американскими коллегами и украинскими производителями стали чтобы найти способ хоть как-то сгладить возможный удар новых пошлин больше информации по этой теме Микольская обещает сообщить уже в понедельник а вот другой кризис северокорейский может закончиться уже этой весной Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном и если встреча произойдет это будет по-настоящему историческое достижение для северокорейской дипломатии Трамп может стать первым действующим президентом США который встретится с лидером КНДР такой чести не удостаивались даже отец и дед нынешнего хозяина Пхеньяна конечно же контакты между американцами и северокорейцами были но поддерживались они подчеркнуто на неформальном уровне например бывшие президенты США ездили в Пхеньян для освобождения американцев из тюрем КНДР впрочем о встрече с Трампом пока больше вопросов чем ясности американцы не снимают свое требование к Пхеньяну отказаться от ядерной программы не убирают и очень жесткий режим санкций против КНДР который привел даже к дефициту бензина в этой стране понятно что Киму выгодно хоть как-то ослабить давление США но вот на какие уступки он реально готов пойти и не закончится ли это все попыткой попросту обмануть Америку да и зачем Трампу все это Северная Корея уже столько раз нарушала договоренности что даже если Ким что-то пообещает Трампу это вовсе не означает что он это выполнит журналисты уже предполагают всей этой шумихой и обсуждением исторической встречи американский президент попросту намерен перебить неприятные новости о себе самом ведь он уже не первый месяц в центре скандала и еще какого скандала порнографического теперь Трампу предстоит суд с порно-актрисой чем ему это грозит и как на это все реагируют американцы давайте разбираться адвокат Дональда Трампа заплатил порно-звезде 130 тысяч долларов за молчание статью с таким заголовком опубликовала газета Wall Street Journal еще в январе и это стало началом грандиозного секс-скандала журналисты узнали что незадолго до президентских выборов адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порно-актрисе Стефани Клиффорд больше известной как Сторми Дэниелс круглую сумму за молчание своей близости с будущим президентом в 2006 году и в день газетной публикации Коэн публикует свой козель заявление самой актрисы слухи о том что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа это абсолютная ложь но дальше больше в погоне за сенсацией таблоид Интач выудил из своих архивов интервью с Дэниелс 7-летней давности и в нем порно-актриса рассказывает все и детали знакомства с миллиардером Трампом на озере Тахо и подробности близости кстати их отношения длились до 2007 года после публикации интервью в интернете снова появилась записка от Дэниелс в которой она отрицает связь с Трампом но позже выяснилось это фейк то есть ты хочешь сказать что эта записка была составлена и опубликована без твоего ведома ты знаешь откуда она появилась я не знаю откуда она появилась она из интернета также Дэниелс уходит от прямого ответа платили ли ей за молчание ты подписывала договор о неразглашении подписывала ли я если бы ты не подписывала договор о неразглашении то могла бы абсолютно уверенно подтвердить тот факт что ты его не подписывала подписывала ли ты его ты такой умный Джимми газетные публикации таблоидные новости и телешоу вся Америка обсуждает пикантный скандал и сочувствует Милании ведь в 2006 Трамп уже был женат более того в тот год Милания родила их сына сразу после первой статьи Милания объявила мужу бойкот хотя и до этого их отношения теплыми назвать было сложно на ежегодное обращение Трампа к конгрессу Милания приехала отдельно на годовщину избрания первая леди хоть и вывесила в соцсети поздравления прикрепила фото не с мужем а с охранником один из последних эпизодов произошел во Флориде куда чета приехала на отдых там Милания даже все протокольные правила нарушила и сорвала обязательную фотосессию возле трапа а на этой неделе у Милании появился новый повод нервничать СМИ снова оживились по поводу порно-скандала ведь Клиффорд подала на Дональда Трампа в суд чтобы аннулировать соглашение о неразглашении ведь оно было подписано в одностороннем порядке в Белом доме отвечают это дело Трамп давно выиграл президент прямо на это ответил и ясно дал понять что ни одно из этих утверждений не является правдой это дело уже было выиграно в арбитраже повлияет ли этот скандал на политическую карьеру Трампа маловероятно но все же президент в некрасивую историю вляпался и разочаровал американцев которые так чтят семейные ценности Алиса Орлова подробности недели телеканал Интер заниматься судебными делами приходится не только самому Трампу но и его администрации Соединенные Штаты судятся с Калифорнией из-за законов этого штата которые позволяют существование городов-убежищ это территории где мигрантам рады а вот федеральным властям нет как это возможно и что происходит на самом деле Дмитрий Анопченко расскажет им тут не рады но мигранты все равно массово прибывают в Штаты кто по гостевой или туристической визе прилетает кто якобы на учебу к родным или на лечение едут под любым предлогом лишь бы в страну попасть и воинственная риторика Трампа мол Америка должна проверять прибывших чтобы решить кто ей нужен а кто нет их не пугает ведь есть где пересидеть политическую бурю города убежища дали четкое обещание вообще не преследовать нелегальных мигрантов за любые нарушения миграционного законодательства и если посмотреть на карту Соединенных Штатов то вы увидите что они по всей стране расположены в Техасе и Ризоне по всей Калифорнии в Колорадо Нью-Йорке и соседних штатах а еще на этой карте два самых главных города Америки Нью-Йорк и Вашингтон по иронии судьбы недалеко от Белого дома в мэрии американской столицы тоже дали обещание защищать нелегалов похоже такое только в Штатах возможно когда столица где президент вынашивает планы по ограничению миграции решила этих самых мигрантов защищать в Вашингтоне местной полиции она городу подчиняется да на команда нелегалов не преследовать агентам федеральной миграционной службы не задействовать города убежища считают стоит им начать сотрудничать с федеральными миграционными структурами как сразу испортятся отношения с местной полицией и населением они хотят чтобы мигранты не боялись приходить в участки и сообщать о преступлениях но если копы будут федералам помогать вряд ли кто-то туда сунется и города убежища считают это гораздо большей проблемой где-то запрещают спрашивать документы о легальном пребывании у тех кто за пособием приходит где-то не выдают нелегалов с просроченной визой степень лояльности у всех разная но больше всего вольностей в Калифорнии место которое теперь у всех на слуху Беркли небольшой городок возле Сан-Франциско опыт противостояния властям тут давний убежищем себя провозгласили еще в далеком 1971 укрывая всех кто прятался от призыва отказываясь на корейскую войну идти ни один наш полицейский офицер ни один сотрудник мэрии не может быть задействован ни в одном расследовании мы не предоставим никаких записей никакого доступа пока нас суд не обяжет мы не можем остановить агентов миграционной службы чтобы они город не посещали но четко им сказали мы вмешиваться вообще не будем голосовали тут за Клинтон и частично назло Трампу еще больше усилили защиту мигрантов дошло до того что сейчас в местном колледже полтысячи нелегалов абсолютно открыто учатся Хуана и Валерий сюда детьми перевезли через границу родители тайком а значит всю свою жизнь в Соединенных Штатах они на птичьих правах жить в Беркли дорого и наши родные поселились в соседних городках где подешевле вот только там они не защищены я каждое утро просыпаюсь в страхе что федералы кого-то из моей семьи живущей за пределами убежища загребут и упекут за решетку может нам теперь все побережье провозгласить одним большим убежищем самое удивительное что для этого вообще ничего особенного и не надо понятие город-убежище в законодательстве не закреплено а значит любому мэру достаточно просто заявить мол с этого момента нелегалы под нашей защитой дошло до того что уже всю Калифорнию убежищем провозгласили и у Дональда Трампа лопнуло терпение первое что он пытался делать перекрывать финансирование у нас тут система когда деньги идут от федерального правительства отдельным штатам и местным властям и Трамп стал эти деньги урезать заставляя города быть сговорчивее а увидев что не сработало подал суд на Калифорнию мол ее законы противоречат американской конституции президент и непокорному штату хочет дать урок и в целом города-убежище объявить вне закона но если предыдущие попытки избавиться от мигрантов успехом не увенчались то сейчас Белый дом поступил дальновиднее направил свой иск сразу в Верховный суд где служители фемиды консервативны и мигрантов не любят а значит не исключено что городам-убежищам все же придется открыть свои двери и если это случится то без масштабных столкновений не обойдется из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко Сергей Коваль Американское бюро телеканала Интер на этом все спасибо что смотрели подробности недели и до встречи в следующую пятницу Субтитры подогнал «Симон»